История государства Слушайте, слушайте наши потомки Песни степей и дамбры голос звонкий Слушайте глаз мудреца и поэта Все перед вами дороги открыты В камне и бронзе годов вереницы Истории нашей храним мы страницы Слушайте, слушайте наши сказания Песни Джамбула, Абая, Писания К истории нашей душой прикоснитесь Золотом сердца своим поделитесь Слушайте сказы степных мудрецов Прадедов, дедов и ваших отцов С молитвою в сердце о благе и мире Путник с надеждой идет на восток Выпить живительной влаги глоток Откроем и мы страницу истории Славного героя казахского народа Мамай Батыра Веками джунгары воевали с казахами Нападали на мирные аулы Угоняли скот Уводили в плен мирных жителей В 1722 году скончался китайский император Канси И джунгария заключила мир с Китаем Ранней весной 1723 года Хунтайджи Цевен Рабнан Перебросил значительную часть войск С восточной границы на западную Началось нашествие джунгар на казахскую землю Известное как народное бедствие Ахтабан Шубаранда В один из таких набегов джунгар Тобыхтинцы дали отпор врагу В бою был ранен Кокенай Батыр Истекая кровью, он вышел из боя Передал знамя 14-летнему Мамаю И попросил передать его Богинбай Батыру Или Анет Бабе Юноша передал знамя знаменитому Бию Анет Баба И тот дал ему благословение Бата На светлый путь в жизни Знамя рода Которое Мамай передал Тохтамыс Батыру И сегодня хранят его потомки Как великую святыню Символ свободы, мужества Благородства Первая капля твоей крови Падает на родную землю И теперь ты, сын ее и защитник Гласит народная мудрость Юноша поклялся посвятить жизнь борьбе За освобождение родной земли В те годы гонцы приносили вести Одна тревожнее другой Воинственные соседние народы Туркмены, башкиры, волжские калмыки, джунгары Со всех сторон угрожали захватом и разорением В один из набегов волжских калмыков Таргаутов На родной аул 15-летний Мамай попал в плен Зная, что предки Мамая Знаменитый Сарабатыр Сподвижник великого Есимхана Участник походов на Айратов в Джунгарию И его жена красавица Хонарбике Дочь Турсунхана Ташкентского Одного из самых могущественных Казахских ханов 17 века Калмыки надеялись получить за пленника Большой выкуп Больше года Мамай провел в плену Мамай хорошо играл на Сабызг Сверели И по вечерам калмыки его слушали В плену в Мамай влюбилась юная калмычка С ее помощью они вместе бегут из плена За ними последовала погоня Сначала юноша принял бой с Жураба Гатуром И победил его А затем принял бой с остальными двумя преследователями Которых также победил Забрав коней поверженных противников Юноша уходит на восток В сторону родного аула В ауле с восторгом встретили Мамая И устроили Большой Той Это случилось в 1726 году Когда Мамаю исполнилось 17 лет В том же году В Южном Казахстане В местности Орда Баса Степные мудрецы Толя Би Казбек Би, Айтики Би И прославленные Батыры Призвали народ к единству Чтобы дать отпор завоевателям Наша съемочная группа Преодолевает сотни километров По степным просторам Буланты-Белеутинского Междуречия Современная Карагандинская область Чтобы вдохнуть ветер Истории тех давних событий Здесь, на этой земле Родилось осознание народам Единства силы и духа В борьбе за свободу Здесь, на этой земле Джунгары потерпели Первое большое поражение И, кажется, даже камни Пропитались кровью Врагов и защитников Отечества Казахское войско всех трех жузов Возглавил хан Абулхаир В этой битве участвовал и юный Мамай Согласно традиции Битва начиналась единоборством батыров Жекпежек Со стороны джунгарского войска Показался всадник на горцующем коне Жангир-Багатур Хану Абулхаиру Доложили, что в бой рвется 18-летний воин Мамай Он разрешил ему принять вызов Грозен был вид джангир-багатура Живого воплощения мощи джунгар Когда враг рухнул на землю Из джунгарского строя Неожиданно выскочил его младший брат Зингу И ранил копьем Мамая Тем самым нарушив условия поединка Раненый Мамай Снова принял бой И победил Эта битва была названа Булантинской К имени Мамая Добавился почетный титул Батыр А великий хан-победитель Абулхаир Наградил юного героя Дамасской саблей В мае 1730 года Казахская армия подступила К Шуилинским горам И сразилась с врагом У подножия гор Хантау И Сункар к юго-западу От озера Балхаш Это была Великая Победа Позднее Эта битва была названа Анаракайской Вслед истории Продвигается и наша группа В ней потомок Мамая Нурлан Бостаев Писатель Кайрат Бегалин И операторы Остатки последнего оплота Джунгар Сторожевой пост Охватив лагерь противника С двух сторон Войско хана Абулхаира Начало теснить Джунгар в сторону гор В ущелье Где они были разгромлены Как молния Сверкала сабля Молодого Батыра Сея смерть и страх Потерпев ряд крупных поражений Джунгары Пали духом Открываем следующую страницу Истории нашего героя В 30-х годах В 30-х годах 18-го века Мамай Батыр выступил с инициативой Объединить казахские и башкирские народы Под властью хана Абулхаира Мамай Батыр едет послом К правителю Башкир Переговоры заканчиваются успешно И по традиции Ему предлагают в жены красавицу Назым Родственницу хана На обратном пути в родной аул Мамай увидел дым костра У огня сидел раненый воин-калмык Рядом стоял его конь Мамай не стал добивать раненого врага А вместо этого Помог ему перевязать раны Посадил его в седло И отправил в Освояси Подъехавшим товарищам сказал Невелика честь убить слабого Но одержать победу в поединке перед битвой Настоящая доблесть Не богатство ценилось у кочевников А поступки Степная мораль возвышала духовное над материальным Среди прославленных героев Имя Мамай Батыра Было на слуху у всей степи В народе о нем стали также слагать песни и легенды Колшиман Батыр Из рода болтакерей младшего жуза Назначил Мамая своим преемником И передал должность Орда Баса Правитель Орды В 1757 году Мамай получает звание Сардара Военачальник В конце 50-х годов 18 века Джунгария, ослабленная междоусобными войнами Распалась под ударами войск Цинской империи В 1758 году Батыры, Мамай и Тохтамыс Принимают участие в освобождении Восточного Казахстана От остатков джунгарских войск И только в 1759 году Вернулись со своими воинами Из похода в Восточный Туркестан В 1780 году Мамай перевел свой род С запада на восток На земли современного Абайского района Восточно-Казахстанской области Родные кочевья Мамая В один из майских дней года Кабана 1709 года Аул Тубыктинцев Находившийся на берегу реки Сардарья Облетела весть У потомственного воина Жумагула Родился сын Рано взрослели здесь дети Рано садили на коня Давали оружие И обучали ратному делу Да и теперь каждый мальчишка здесь Хочет стать героем Славный путь воина-освободителя Проделал Мамай Батыр Традиция потомков Мамай Батыра Да и всем, кому дорогая история народа Приезжать сюда в село Орда Славный путь воина-освободителя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok За большим дастерханом гостеприимных хозяев беседы о главном, о сколько новых историй и воспоминаний, и, конечно, знаменитый казахский кумыс. В горы идут одни мужчины. Трудно и далеко. Прикоснуться еще раз к истории того тревожного времени, вспомнить славные имена наших предков. Наверное, нелегко было Рим охранять покой своего народа, быть всегда на страже, готовым отразить любое нападение. И, кажется, вот сейчас загорятся тревожные огни на сторожевых постах, и вздрогнет земля. И снова храп коней, язычный глаз мамая, мечей, щитов и сабель звон, и павших на земь слабый стон. Годам тем давним тления нет, неугасим их яркий свет В сердцах и памяти народной Батыра славный силуэ. Сегодня мирный наш Табун Пасется там, где битвы шли, И дремлет чуткая земля, И что-то шепчут ковыли. Девяносто семь лет прожил мамай Батыр. Его жена Кызжан из рода Тома родила ему семь сыновей. Своего младшего сына мамай назвал Жолбарыс, Тигр. В этот год, когда родился сын, мамай застрелил тигра, нападавшего на скот в ауле. Почти полвека провел в сражениях за освобождение родной земли. Участник 102 сражений, больших и малых. Молодые с восхищением смотрели на великого воина. Всегда спокойный, рассудительный. Он и в 80 лет легко мог вскочить на коня, а в 90 боролся на руках. Когда мамая спросили, какие мечты у него были в жизни, он ответил, «У меня были три несбывшиеся мечты. Первая – я мечтал о безмятежной юности, которой у меня и не было. Вторая – я мечтал ездить на мирных лошадях, но всю жизнь провел в седле боевых резвых коней. Третья – я мечтал жениться на красавице-башкирке по имени Назым, но она погибла в кровавое лихолетие того времени». Не меч войны дарят потомкам, Побед прославленных сыны Не сабель звон, А голос звонкий Не утихающей дамбры. Пусть на земле многострадальной Не будет горести вовек, Пусть солнце светит Ярко-ярко И будет счастлив человек. Своим сыновьям Мамай-Батыр завещал похоронить его на священной земле В городе Туркестане, А свое сердце оставить здесь, На родной земле. Наш последний маршрут в Туркестан. Величавым спокойствием встречает нас полноводная сырдарья. Сколько великих имен и событий Хранят ее берега. Сколько былин и сказаний Можно услышать здесь. И кажется, как цветы прорастают Они сквозь толщу времени, Притягивая всех стразующих В молитве о мире, О благополучии на родной земле Казахстана. Святая святых в духовном мире тюркоязычных народов, Принявших ислам, Гробница Хаджа Ахмеда Ясави. Здесь можно прикоснуться душой к святыне, Отдать тепло своего сердца, Очистить душу, Стать на истинный путь веры. Когда тело Мамая похоронили в мавзолее Хаджа Ахмеда Ясави В Туркестане, Рядом с боевым соратником Великим Аблайханом И знаменитым бием Казыбек Би, Старшему сыну Мамая, Женшора, Приснился сон. Старинный тайказан, А в нем семь зерен пшеницы. Он спросил имама, Что это значит? И тот ему ответил, Все семь поколений от семи сыновей твоего отца Будут жить в благополучии и достатке. В мире и согласии Со всеми будет жить народ казахов, А на степных просторах родного края Будут мирно пастись табуны лошадей. Абай мұрттар шақарым, Бабаларды тудырған, Ақуы күбіт аламын, Дәп күгі болтуғанмын. Аңге қыл бар түрдірген, Жұққа өзін сейгілген, Арғыз байдың бір қызын, Жұрылмайды кім білген. Мамай батыр бастағам, Топтамын сыпыстағам, Жүзге жеткен шәтері, Жұрытулғамай жатлағам. Жақыр ағы әндеті, Ақыр ағы күй жерткен, Абай туған үлкеде, Туғаным мамықтанам. Вечная слава батырам, Героям казахской земли. Ол ұллардың ұрпағын, Оғын байды кім білген. Әнет бабам үш үзді, Жетелеген жанатқа, Ияттамның есімі, Кен жайылған алашқа. Оныр еті болмаса, Кұнан байдай сұлқана. үлкен жанатқа, Жетелген жанатқа, Жетелген жанатқа, Им сұлкен жанатқа, Жетелген жанатқа, Жееетелген жанатқа, өз бәріңден кәсеткен, Оанұз баст Rivал тамқа? Моносқа! Жәлімден кештімен кәсеткен Харлан байдай сүрлі бер, Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok